Всем огромный привет! Начинаем новый влог. Я тут разбирала свои маленькие отливантики и пробнички, хочу сейчас активно ими пользоваться, но в принципе это не просто слова, а ими пользуюсь. Сегодня, допустим, у меня аромат дня это амуаж Crimson Rocks, очень мне он понравился. Я, когда его тестировала, вам рассказывала, мне в принципе он тоже понравился, но возможно туда был не сезон, или не знаю, почему он мне тогда как-то не пошел. Сейчас прямо на осень, начало зимы, подходит отлично, согревает, такие интересные перечные аккорды, в общем нравится, вишенку я в нем ощущаю. Сейчас его ношу, вон уже очень много его сносило, осталось чуть-чуть. Вот, также здесь занималась разбором своих отливантиков, не знаю, вот видео о этих отливантиках выйдет раньше или позже, скорее всего, наверное, позже снимала видео о этих ароматах. Вот, и сейчас я, кстати, собираюсь идти к маме, делать новый маникюр, так как пора уже мне сменить маникюр. Кстати, спрашивали, где я делаю, кто мне делает, мне делает мама ногти, девчонки. Раньше я делала сама себя, сейчас мне делает мама. Вот, и еще зайду на почту, получу свой заказик. И, кстати, сегодня ко мне еще приедет мой новый аромат, который я очень хотела, которым я очень давно мечтала. Я его заказала с сайта Натина, сегодня вечером курьер должен мне его привезти и покажу вам, что там за ароматик. И я прям уже не могу его дождаться. Наверное, кстати, по сезону я не скажу, что он особо сейчас подойдет на такое прохладное время года уже, но я его хотела, я его купила. На сайте Натина на него была приятная цена. И плюс еще я применила купон. Я вам рассказывала, что у меня с ароматом Абусан была проблема с крышкой. Магазин мне подарил купон на 500 рублей, как такое извинение. И я вот этот купон применила к этому аромату. Плюс еще скид, как я вам говорю, он достаточно выгодно мне вышел. Ну, в общем, беру вас с собой, иду к маме, покажу заказ, который сейчас получу. Это у меня уже такая, можно сказать, подготовка к Новому году. Там вам все покажу, что интересненького. И вечером с вами будем распаковывать, точнее, может быть, я распакую его для Инстаграма. Ну, в общем, будем с вами распаковывать мой новый аромат. Поэтому оставайтесь со мной, впереди много-много всего интересного. И, как я сказала, аромат дня у меня сегодня тамуаш. В нем сейчас я к маме и пойду. Итак, сходила я на почту, получила свой заказик. И, смотрите, у меня есть уже прям такая новогодняя тема. На сайте любимого селек появилось много всего интересного новогоднего. Поэтому, девчонки, поспешите. Потому что эти товары заканчиваются очень быстро. Я помню, в том году я уже ближе к декабрю покупала. Уже выбор был небольшой. Сейчас просто масса различных скатерти, полотенец. Также, кстати, есть и фартуки с новогодним принтом. В общем, много-много всего интересного. И, кстати, наволочки здесь у меня есть в заказе. Сейчас вам покажу. В общем, красота. Хочется уже новогоднего настроения. Кстати, я даже поймала на мысль, что я хочу уже даже гирлянду повесить. Скорее всего, скоро этим займусь. Уже хочется праздника. У нас выпал первый снег, но он уже растаял. Но, тем не менее, уже середина ноября хочется праздника. Уже совсем скоро Новый год. Мне кажется, кстати, лучше, наверное, украшать чуть раньше, чтобы продлить себе ощущение наступающего праздника. Потому что после Нового года уже к середине января уже это все надоедает, хочется убрать. А вот до Нового года можно, в принципе, я считаю, даже в ноябре наряжать все и радоваться наступающим праздникам. В общем, давайте приступим. Начнем с наволочек, как я вам сказала. Здесь у меня четыре наволочки. Но они, получается, по две штуки одинаково. Таким вот образом выглядят. Здесь они 45 на 45. Вот это называется зима. Так, сейчас распакуем ее. Так, вот таким вот образом она выглядит. На замочке, скорее всего, да? Или нет? Да, на молнии, кстати, классный здесь такой потайной замочек. И вот так вот это все выглядит. Такая вот красота. Такой зимний пейзаж, серенькая. У меня две таких наволочки. Я вам покажу, как они на подушечках будут смотреться. И две вот таких. Так же 45 на 45. Здесь у нас называется «В преддверии Рождества». Это наволочка. Там, кстати, разные виды. И символом года, и просто новогодний принт. Поэтому пройдите, посмотрите. Я уверена, что вы там найдете для себя много всего интересненького. Так. Здесь также у нас... Да, также молния такая же. И вот так вот выглядит. Вот это уже поярче. Тоже очень красивая. Прям супер. Супер. Красивый такой принт. Обалденный. Так. Дальше что у нас здесь? Заказала себе набор полотенечек. Я уже думаю, наверное, либо с 1 декабря, либо вот скоро уже положу такие полотенчики на кухню. Буду ими пользоваться. Так, давайте распакуем. Покажу вам все их. Здесь у нас три полотенца. Так, первое это вот такой здесь у нас олень красивый. Вот так вот это все выглядит. Следующее полотенечко вот такое вот. Здесь с различными надписями. Вот так вот это все выглядит. Так, и третье полотенечко выглядит вот таким вот образом. Счастье. Такая елочка. Очень мило. Так, что тут у меня еще? Я себе, кстати, заказала три скатерти на стол. Это как повседневные скатерти. Не праздничные. Но, кстати, можно и на Новый год, в принципе, принять их. Первая это вот такая вот у нас полулен, отбеленная. Но хочу обратить ваше внимание, что белый цвет здесь белый. То есть он не уходит в холодный потом, а больше, наверное, в теплый. Если я так приоткрою, вам покажу. Потом, возможно, уже покажу на столе, как я придумаю оформить. Вот такой вот здесь идет у нас рисунок такая она беленькая. Здесь край подшит просто вот так вот. Вот это просто прям вот такой настоящий белый цвет. Не уходящий в холодный, а именно больше даже в теплый. Следующий скатерть размер. Размер метр пятьдесят на метр восемьдесят. Следующая вот такая вот скатерть. Она у нас идет бежевая в белый горошек. Она, в принципе, вся идет такого принта. Тоже покажу вам потом на столе. Она без рисунков, просто однотонная. И третью взяла себе вот такую коричнево-серую. Потому что кухня у меня в теплых тонах. Соответственно, такие оттенки подходят лучше для нее. Такой же размер метр пятьдесят на метр восемьдесят. И она вот такая вот идет. Такой вот расцветки. Что касается того, как подшита скатерть. Сейчас вам покажу. Вот так вот прошитый край. И мне нравится. Очень стильно. На нее можно сверху даже такие вот именно... Сейчас вам покажу, что я взяла. Вот такие вот дорожки различные. И будет классно. Что касается дорожек, кстати. Я себе взяла три дорожки. Они идут у нас размером. Я вам, наверное, пропишу. Или уже покажу, когда буду показывать чек. Первая это вот такая вот дизайн-любимая пара. Такая вот дорожка. Тоже покажу вам на столе ее в развернутом виде. Видите, все? А следующая у нас вот такая вот. Это у нас корица и шоколад. Обалденный такой красивый принт. И третья это у нас маленькая елочка. Так вот выглядит. Тоже покажу вам на столе уже в таком развернутом виде. Так. И последняя скатерть. У меня это заказала маме. Вот такая вот скатерть. Это у нас морозное утро. Здесь уже идет принт. Я вам покажу. Ставлюсь фотографию, как выглядит на столе. И сейчас посмотрим так. Приятного тоже качества. Она получается идет в центре у нас. Так. Вот так вот идет окантовка вот такого вида. Вот здесь домики. И сама скатерть в центре вот такая вот просто в снежинке. Тоже приятного очень качества. И размер у меня здесь метр пятьдесят на два двадцать. Это уже такая более праздничная скатерть. Уже на стол такого большего размера. Можно сказать так. Так. И заказала еще вот такие полотенечки. Я маме заказывала как-то недавно скатерть такую. И сейчас взяла вот такие вот полотенечки с такими кошечками. Они в принципе одного дизайна все идут. Здесь по три полотенца в наборе. Мама захотела, чтобы под скатерть было. Ну, то есть так как бы комплектик такой. Такие вот полотенечки. Так. И что еще заказала? Заказала дочи здесь такую красоту. Первая. Это просто желтая футболка. Это нам нужна на физкультуру. В сад я всегда брала в спортмастере. Тут увидела на Васильке. Цена даже более бюджетная. И футболка в принципе такая же. Это у нас Банита Кит. Такая вот футболочка. Взяла 9 лет. 134 размера. Что-то она такая была посвободнее. С лосинками на физкультуру. И взяла костюмчик, который я уже до этого брала. Такого плана. У нас оранжевый такой костюм. Взяла и зеленый. Мне понравился оттенок очень. Но размер побольше. Я, наверное, на дочь не буду мерить. Скорее всего вставлю на эти фотографии. Просто потому что этот размер ей будет великоватый. Это 140. Но я взяла на весну его. Поэтому взяла с запасом. Очень мне понравился цвет. Так. Вот такие вот штанишки здесь. Такая вот широкая резиночка. Кармашки. Здесь тоже у нас резиночка внизу. Здесь вот такая вот выбитая надпись. Так. И вот такая вот кофточка. Здесь также надпись выбита. Здесь у нас резиночка. И капюшончик. Очень приятный такой зеленый оттенок. Просто мне нравится цвет. Знаете, такой цвет елочки. Я бы даже сказала. Что-то в нем есть новогоднее. Вот. Так. Настарила этот бардак. Что касается цен. Сейчас вам все покажу. Набор вафельных полотенечек. Вот. Который я себе взяла. 181 рубль. Так. Набор полотенец рогожка с кошечкой. Который я взяла маме. По 236 рублей. Там также три полотенечка. Футболка для мальчика. Видите, как для мальчика идет. Но я думаю, разницы нет. 167 рублей. Комплект это, кстати, тоже идет для мальчиков оттенок. Ну, хотя, в принципе, там, мне кажется, модель никак не отличается. Просто оттенок. Этот костюмчик стоил 1245 рублей. Дальше дорожка. Вот у меня, в принципе, здесь три дорожки. Они у нас с корицей 177 рублей. Так. Декоративные наволочки в преддверии Рождества 222 рубля за штуку. Те, в принципе, также вторые. Скатерть в горошек 651 рубль. А скатерть белая отбеленная 531 рубль. Скатерть коричнево-серая 651 рубль. И здесь у меня еще две дорожки по 211 рублей. И скатерть, вот это вот морозное утро серенькое, 211 рублей. Кстати, по поводу доставки. Вы меня часто спрашиваете, доставка у меня получилась 214 рублей до Почты России. Вот. Вот такая вот у меня посылочка. Много всего интересного. Я теперь пойду все применять, искать, артистелить. И вам также буду показывать, что у меня из этого всего получится. Как всегда, вам ссылочку на сайт Любимый Василек и на Инстаграм Любимый Василек оставлю под видео. Еще раз напомню, если хотите что-то такое новогоднее, новогодний декор, проходите прямо сейчас. Не откладывайте покупку, потому что все это сейчас быстро начнет разлетаться. И уже к декабрю будет выбор не такой большой, как сейчас. Поэтому обязательно проходите. Кстати, я еще видела у них в Инстаграм, что появилось много интересных детских вещичек, новых костюмчиков, кофточек. Поэтому сейчас пойду смотреть, что там интересненького. Смотрите, вот так вот выглядят подушечки. Вот они уже. Я имею в виду, что наволочки на подушках. Это подушечки у меня у мамы. Вот это маме заказала. Ну, я думаю, может, буду приходить у нее тут снимать на фоне подушек. Себе я почему-то еще не заказала. Может быть, закажу. Посмотрю, наверное, закажу. Все-таки себе тоже такие, потому что обалденные. Они совсем по-разному как-то выглядят. Это такая более нейтральная, сдержанная. Это прям такая поярче. Но и вместе они, кстати, смотрятся хорошо. Если прям поставить четыре подушки разных, прям будет классно. И вот серый плед, кстати, с василька. Это у мамы такой есть. И у меня такой же, который такой амбре от светлого к темному. Прям классно они смотрятся на этом пледе. Надо будет, наверное, себе тоже таких заказать. Сейчас тут все ставим, думаем. Вот получается, видите, они как-то рядом стоят. Тоже, в принципе, очень даже ничего. Единственное, вот здесь какую-то надо будет такую яркую другую подушку. Либо символ года, либо что-то вот как-то надо что-то придумать еще. Вот. Но подушки классные. Вот это такая прям нейтральненькая. Прям какое-то такое ощущение. Прям мороза, зимы. Такие оттеночки. Прям мне нравится. На заднем плане там Милана поет. Так, мои хорошие, я уже дома сделала маникюры. Даже уже успела сделать фотографию пробничка. Вот такой вот мне получился маникюрчик. Захотелось мне чего-то такого нюдового. Вот такая красотень у меня интересная. Ну, вроде как интересная, но при этом такой неброский маникюр в плане оттенков. Вот. Я тут сделала фотографию. Вы, если подписаны на мой инстаграм, уже видели этот пост у меня в инстаграм. Если не подписаны, то обязательно подписывайтесь. Там много всего интересного. Я писала пост о вот этой вот красоте. Это у нас не ближе Sweet Dream. Это композиция на тему лаванды. Здесь лаванда, розмарин, ромашка. Аромат действительно классный. Он успокаивающий. Он умиротворяющий. Действительно придающий такого спокойствия. Потому что в наше такое неспокойное периодически эмоциональное время этот аромат очень хорошо. Во-первых, его можно и на ночь использовать. Он перед сном как-то так расслабляет, усыпляет. Ну и днем я поняла, что мне он очень нравится. То есть, знаете, и на дневное время тоже очень даже ничего. Я тут делала фотографию, искала идеальную лаванду. В итоге решила такую композицию сделать. Люблю для инстаграм делать красивые фотографии. Поэтому если не подписаны, то подписывайтесь. И сейчас мы вот это немного сдвинем в сторону. Все. И мы с вами посмотрим на мою новиночку, которая ко мне приехала. Я, кстати, аромат уже распаковала. Как я вам говорила, что я для инстаграм снимала распаковочку. Ленар Инжир. Я очень хотела этот аромат. Безумно. Я его тестировала. Я его тестировала в Ривгоше. Когда я его нанесла, я поняла, что я его хочу. Потому что у меня не так давно произошло такое помешательство на ароматах с нотой инжира. У меня их, кстати, к слову говоря, уже немало появилось. Если вам будет интересно, я даже, наверное, сниму отдельное видео про ароматы с нотой инжира. Напишите, интересно будет или нет. Что касается этого аромата, он действительно красивый. Я, кстати, когда распаковывала, немного смутила то, что крышка сейчас другая. Вот у меня посмотрела, действительно, крышечки раньше были черные. Сейчас вот такие вот бронзовые. Красивый такой насыщенный фиолетовый оттенок. Коробочка такая, в принципе, тоже сдержанная. И что касается ароматика. Аромат у нас приятный. Такой, знаете, инжир зеленый, с одной стороны. Но в то же время, со временем, он становится такой молочный, немного обволакивающий, красивый. Держится на мне. Я когда, по крайней мере, тестировала его в магазине Ревгош, я его нанесла на руку. На мне он держался, ну, часа, наверное, три. Может, чуть больше точно. То есть, сказать, что это прям бешеная такая у него стойкость, нет. Это все-таки для меня такие, своего рода, одеколоны, наверное. Ну, часа три, мне кажется, нормальная стойкость. Ну, плюс, как у меня такая выгодная цена на него вышла. И плюс сегодня еще, кстати, в течение сегодняшнего дня буду его также тестировать. Буду еще дополнять отзывы. Но я очень прям рада. Обалденный такой аромат. Я, честно говоря, бы собрала на все их. Еще, кстати, мне хочется познакомиться очень с мантусом. Да, с мантусом с этой линейки. Тоже очень интересно. И еще, по-моему, Вайлет, правильно называется, с фиалкой. Тоже очень интересно. Кстати, напишите, какие ароматы из этой линейки вам нравятся. Потому что вообще, насколько я понимаю, Малинар это ниша. Но вот именно вот эта линейка довольно такая приемлемая по цене. Возможно, кстати, все ароматы у Малинар по цене приемлемы. Напишите мне, пожалуйста, или именно вот эта линейка более такая бюджетная. Вот, я довольна покупкой. Буду сейчас его разнашивать. Ну, и, конечно, мы продолжаем влог. Еще будет много всего интересного. Я еще к вам вернусь и поделюсь еще впечатления по поводу этого аромата. Мои хорошие, смотрите, вот у нас скатерть. Я ее так немного поутюжила. Еще хорошо отутюжить. Это белая скатерть. И на ней вот дорожка вот такая. Но я, кстати, почему-то не посмотрела размер. Я думала, что такая дорожка подойдет на большой стол. Если бы прям полностью разложить стол. Нет, вот у меня здесь стол. Так, сколько у меня он здесь? У меня скатерть здесь лежит метр пятьдесят на метр восемьдесят нахожусь. Ну, где-то полтора, да, где-то, наверное, метр тридцать плюс-минус стол. И у меня получается вот здесь вот чуть-чуть свисает она. И с вот этой стороны тоже совсем чуть-чуть. То есть, в принципе, на такой стол очень даже хорошо. Я имею в виду повседневный, просто на кухонный стол. Прям классно. И, смотрите, прям сочетание такое хорошее. На белом цвете также, кстати, если я ее положу на вот такую вот, на коричневую скатерть. Я думаю, тоже будет вполне неплохо смотреться. Будет освежать. Это у меня коричневая. Не на белую классно. Мне прям хочется уже так оставить. Сейчас, кстати, еще положу другие дорожки. Покажу вам, как они будут смотреться. Но мне нравится. Итак, вот вторая. Она уже более яркая. Яркая, придает такой яркости столу. Также отлично будет и на коричневая, и на светленькая обалденно. Тоже прям классно. Знаете, если, допустим, вы не любите, когда слишком оляпистые скатерти, вам нравится что-то такое однотонное, но хочется какого-то такого яркого акцента праздничного дорожки. Это просто обалденный вариант. Добавили ее, и уже композиция будет приятнее, интереснее и вообще классно. Вот прям такой светленький вариант. Прям вот такая у нас светленькая, беленькая. Такие вот здесь рисуночки. Как я вам сказала, что более подробно так показываю. Сейчас без дополнительной вспышки, чтобы показать цвет максимально, какой он есть. Это, кстати, на заднем плане у меня возмущается утюг стоит. То есть, как раз утюживаю ее прямо на столе, потому что мне так удобнее. Мне удобно, когда я стираю скатерть, сразу ее пора утюжить прямо на столе. Не знаю, кто так делает еще. Может, нормальные люди так не делают, но мне так нравится. В общем, вот такая вот красота. Я даже не знаю, сейчас оставить или нет. Наверное, сейчас уберу пока дорожки, так как у нас еще не Новый год. Хотя, в принципе, вот это первое. Можно ее, в принципе, и оставить. В общем, сейчас подумаю, как. Наверное, эту светленькую уже скатерть я оставлю на столе. Потом уже на смену постелю другую. Ну, вот такая вот красота. Кстати, сейчас я вспомнила. Меня под одним из предыдущих видео спрашивали, что у меня на глазах. Что за тени? Это Stellar Riton 02. Кремовые тени. Так, сейчас открою, покажу вам поближе их. Такой вот шикарный оттеночек. Блестящий, очень красивый. И там, кстати, у меня еще были добавлены блестки. Прям блестки я добавляла со своей новой палетки. Сейчас я вам еще раз ее покажу. Возможно, кто-то не видел. Такая вот у меня палеточка. Заказывала я ее на сайте Wildberries. Я вам ссылочку здесь оставлю. Может быть, кто-то не видел. Вот такие шикарные оттенки. Я добавляла вот таких вот, по-моему, блесточек. И немного еще... Так, нет, вот таких вот, да. Вот такой вот оттенок я добавляла еще. Хорошо сочетается с теми тенями. Здесь, видите, вот эти вот три оттенка тоже. Они прям такие очень шиммерные. Прям блестки. Классно добавлять. Я, кстати, сегодня в этом влоге хотела сделать макияж. Как-нибудь яркий вам показать. Но как-то день у нас сегодня так сложился. Мы ходили в поликлинику за справкой дочи в сад. Поэтому я поняла, что если я вот так накрашусь, меня в поликлинике просто... Да, еще она тут. Меня просто в поликлинике не поймут с таким ярким макияжем. В общем, поэтому была так. Неудово накрашена. Наверное, в следующем влоге я все-таки сделаю макияж яркий. Хотя, в принципе, знаете, я не заморачиваюсь по поводу макияжа. Что куда, что носить. Но все-таки такие яркие оттенки. Хочется как-то, чтобы красиво все сочеталось. Мне кажется, как-то не для поликлиники. Вот эти, конечно, оттенки. Вот такие вот оттеночки вполне я могу носить повседневно. А я-то хотела сделать яркий макияж, чтобы показать вам, что это яркое. Я, кстати, использовала вот этот желтый обалденный. Розовый вот этот я тоже наносила. Очень пигментированный оттеночек. Действительно, вот видите, тени очень пигментированные. Классно смотрятся. И вот тоже, казалось бы, матовый оттенок. Смотрите, какая пигментация. Просто давайте что-нибудь еще вам такое интересненькое. Вот этот желтый я наносила также. Красиво очень смотрится. Ну вот, если что-нибудь тут. Знаете, даже макияж делать не надо. Уже понятно. Какие шикарные тени я вот слегка дотрагиваюсь. И переносятся они на глазки тоже отлично. Прямо обалденно. Поэтому вот, палетка просто обалденная. Тем более сейчас у нас Новый год. Новогодние праздники не за горами. Делать такие красивые яркие макияжи. Очень даже, мне кажется, классно. Вот. Я тоже скоро начну бы экспериментировать. Скорее всего, в следующем влоге. Уже завтра начну его снимать. Покажу вам макияж, что у меня получится. Просто я в восторге. Я, кстати, заметила в последнее время. Меня опять потянуло на косметику. Меня, кстати, спрашивали в комментариях. Как-то, что мне нравится настолько сильно, как и парфюмерия. Раньше мне очень нравилась косметика. Еще до того, как я начала увлекаться парфюмерией. Потом как-то я переключилась на парфюмерию. Про косметику подзабыла. И прям активно пользовалась. Мне уже много позаканчивалось. У меня-то раньше было гораздо больше косметики. Сейчас у меня такой минимальный, можно сказать, набор. Но вот в последнее время мне прям хочется все пробовать. Очень хочется. Недавно также заходила в магазин Магнит Косметики. Кстати, не снимала. Наверное, может, завтра мы с вами еще съездим в Магнит, посмотрим. Есть там что-то интересненькое или нет. Но вот когда я заходила, видела еще новинки от Стеллари появились. Тоже очень интересные. Какие-то такие у них бриллиантики. Какая-то такая коллекция. Тоже очень яркие, красивые тени. В общем, нравится мне в последнее время такое все яркое, красивое. И вот эта палетка очень достойная за свою стоимость. Девчонки, отлично. Просто отлично. Такая пигментация обалденная. А вот здесь, как я вам говорила, вот эти блестки, они прям вот. Вот. Прям блестки. Я вот здесь слегка так дотронулась. Если наносить на базу эти блестки, они вообще будут хорошо держаться. Видите, у меня даже камера не фокусируется. Из-за того, что так прям ярко все. Вот. Вот такая вот классная палеточка. Девчонки, у вас тоже так, когда получаете какой-то новый аромат, вы просто его весь вечер не выпускаете из рук. И хочется его смотреть, трогать. Видите, уже какой у меня залапанный. Прям я в восторге от этого аромата. Надышаться им не могу. Коробочка, в принципе, тоже выполнена неплохо. Такой картон плотненький. В принципе, очень даже все это миленько. В общем, у нас уже вечер. Поздний вечер. И что могу сказать на мне, он, как я и сказала, что как тестировал в Ревгоше, это точно так же держится. Я его нанесла сколько уже. Ну, прошло уже больше трех часов. Он еще держится. Ой, такой приятный. Обалденный. Просто обалденный. Очень нравится. Поэтому прямо это моя такая любовь. Одна из трехсот. И знаете, вот правда, у меня столько ароматов, а я каждый аромат люблю по-своему. И меня, кстати, спрашивали в комментариях мое парфюмерное я. И что я могу вам на это сказать? У меня нет парфюмерного я. Я этого никак не стесняюсь. Я не считаю, что это плохо, потому что я не хочу пахнуть постоянно одним ароматом. Я хочу разнообразие. Я вот такая вот непостоянная, ветреная. Поэтому мне хочется пахнуть по-разному, под определенное настроение, под определенные случаи. Поэтому я в этом плане так не загоняюсь, чтобы найти какой-то аромат один и пользоваться им всю жизнь. Пишите, кстати, как у вас обстоят дела. И я, как и сказала, не ищу свое ароматное я, потому что каждая композиция у меня ассоциируется с определенным моментом, событием в жизни. Итак, мои хорошие, буду с вами уже прощаться. Решила в конце влога вам показаться. Спасибо огромное, что провели это время с нами. Всем прекрасного настроения. Сейчас уже буду заниматься домашними делами и уже готовиться ко сну. И всех вас очень люблю. Встретимся с вами совсем-совсем скоро. И пока-пока. И Милан тоже. Все, всем пока. Продолжение следует...